добрый день добрый день добрый вечер здравствуйте здравствуйте дорогие друзья мы начинаем нашу программу среда среда 20 число 20 февраля 2019 года мы сегодня занимаемся курсом нумерология души и у нас сегодня седьмое занятие седьмое занятие тема достаточно важная это составление пары вибрации чисел как вибрирует между собой чисел числа цифры ну соответственно которые отражаются ими так сказать зеркало нашей души правильно нумерология души это как люди между собой контактируют и почему они не контактируют у нас у меня первая часть первая часть из двух из двух частей поскольку чисел много и вариантов много мы коротко скажем так повторим дорогие друзья вопросы которые не будут сегодня отвечать что много материалов и полагаю так что вопросы я не смогу принимать но вы будете задавать студенты имеется ввиду курсы будете задавать по нашей электронной почте sungate center собачки gmail.com все получают ссылки те кто участвует в этом курсе нам добавляется люди я могу сказать о том что ну еще раз у каждого преподавателя так сказать своя программа и свое понимание того что там должно быть скажем так я считаю что подсоединиться к любой программе можно на любом этапе почему программы у нас записываются главное желание они какие-то внешние обстоятельства которые нам где-то как-то мешают ну бывает нам мешает интернет заглючит где-то бывает там звук не тот кто-то там где-то за стенкой шумит плачут дети и всякое бывает но это все то что нам мешает это все так сказать ерунда главное наше желание воспринимать эту информацию если мы будем там концентрироваться туда будет все в порядке поэтому подсоединиться можно на любом этапе вот буквально сегодня получить пришел имел вот человек у нас подсоединился женщина я единственно попрошу я не помню кто это если честно вот я не веду подсчетов здесь и так далее поэтому кто не прислал своих данных пожалуйста пришлите потому что это курс практичный предметный и конкретный каждому человеку почему пришел будет дана биджа мантра так называемый да я это пообещал этого мало где есть западный мир этого не избалован этим вот но это очень важно потому что мантра она и говорит о том что человек находится в постоянном возбуждении у него в голове постоянно что-то происходит что-то крутится мысли бегают прыгают окоманки да обезьяны как обезьяны прыгают джамп джампинг вот поэтому мантра она успокаивает ум вообще на самом деле считается так что при произнесении заметьте не молитвы при произнесении мантры так она создана понимаете мы мысленно соединяемся с высокими вибрациями и в момент произнесения мантры наш ум так создан он не может думать ни о чем не может поэтому для этого нужна мантра понимаете поэтому медитация без мантрой она не годится поэтому скажем так в некоторых традициях в частности трансэдитальная тем дитейшн детальная медитация она так и создана каждому человеку вот и в частности мне была дана моя персональная мантра которая должен произносить секретная которая должен произносить и в этот момент я не могу на чем-то другом концентрироваться только вот так как на этом вот и ну и поэтому каждому дана мантра исходя из его и ее персональные характеристики поэтому это все так сказать предметно и конкретно будет для давайте мы повторим очень коротко давайте я покажу сразу картинку чтобы не отвлекаться вас не отвлекайте мне а вы смотрите на картинку потом на картинки и это хорошо вот видите у нас верхняя слева картинка она состоит из девяти таких образов правильно образы то есть почему еще раз нумерология как правило то а там нумерология которую мы говорим в ней нету такого понятия как душа потому что она все очень четко и конкретно и предметно связано с цифрами ну а цифры это же сами понимаете можно и материальный уровень и все таки и духовный уровень так вот здесь идет комбинация добавляется сюда восточный подход вот ну это имена санскритские тут написано да кто вы кто видит но в центре как понятно это солнце вот мы с него так сказать и начнем то есть любая планета это личность эта личность имеет свой образ он написан все планеты мужского рода луна венера это мужского рода это он вот ну и вот в центре находится сурья вот тут написано сурья и мы видим 7 видите 7 7 коней это и есть 7 лучей это и есть вот это и 7 планет которые в западной системе то есть солнце луна марс венера юпитер сатурн меркурий 7 в физической астрономерологии астрологии добавляется две раху и кету вот мы их видим слева внизу и слева да и справа внизу это раху вот а между ними находится сатурн видите задний нижний ряд 3 шани шани это ворона да что ворона у нас символизирует на эти да ворона когда мы видим ворону это как бы это недобрый знак да то есть это как бы смерть во многих там традициях якобы там примета такая на самом деле это конечно не так они все хорошие планеты только мы их считаем что это планеты ну как бы вот мы то все светлое пушистое а планеты они плохие вот планеты на санскрите санскрите слова планеты их называют в общем-то грахи граха вот и есть такое понятие наваграха то есть умилостивить все девять планет в свое время когда-то несколько ну лет наверное шесть-семь может и больше лет тому назад я даже вот был в одном храме я договорился с одним пандитом с индусом у нас в чикаго он приехал и он нам провел ритуал трехчасовой дома умилостивить планеты но тем не менее планеты они являются на земле отражением планет является драгоценные камни могут быть и полудрагоценные камни ну и они несут определенный смысл смысловую нагрузку по камнях мы будем говорить будем говорить других программах но в этих мы тоже будем говорить правда но для студентов да вот так хорошо значит давайте мы начнем что время у нас немного повторяю это первая часть мы рассмотрим там 45 комбинации цифр от 1 до 4 лет 1 до 5 если успею ну а вопросы уже будут студенты мне задавать по электронной почте ну и я хотел бы еще напомнить в конце я повторю о том что у нас будет одно занятие где я приглашу энергетического целителя на него и я уже получил в основном все хотят чтобы их так сказать протестировали одновременно с тем что это делаю я но по вопросам здоровья есть причины почему человек болеет почему человек здоров примеру и это формально зависит от нашего образа жизни будем так говорить формально потому что но есть причины почему он болеет примеру почему дети болеют почему врожденные пороки и так далее так далее на них никто не обращает внимание ну вот есть и есть несите свой крест как бы да а есть очень серьезные причины и пока человек не поймет эту вещь пока он не поймет будет тоже самое вот все тоже самое будет и в следующий раз ну поэтому на каком-то этапе надо стать мудрее и задуматься а почему вот мне вот такая вот судьба выпала случайности не бывает у нас да окей давайте мы тогда начнем вот с центральной планеты центральная у нас планета это солнце это солнце так значит солнце это у нас единицы правильно ну давайте коротко так во первых но об этом упоминалось но давайте я повторю тем более у нас больше людей здесь есть понятие слабого периода есть понятие сильного периода ну к примеру вот люди работают в первую смену они начинают работу с 6 утра у нас во всяком случае но многие неважно на какой территории вот в 6 утра начинается первая смена и сам я когда-то работал то есть я получается в 4 утра что происходит ну во время работы как бы у нас не кушают правильно как правило на работе не питаются для этого есть специально отведенное время и место которое называется ланчтайм или в обед по-русски а что делать тем человеком который встал утром и он вдруг захотел есть или по привычке что он делает он на ходу хватает в машине ест женщина там на дороге красится и так далее время не хватает понимаете а а а почему а потому что ну вот то ли это привычка то ли это действительно хочется есть так вот оказывается есть такое понятие и все наверное это знают это называется огонь пищеварения вот огонь пищеварения напрямую зависит от того где находится солнце если находится солнце в зените это означает что самое лучшее пищеварение у нас днем поэтому 12 час дня ну два часа дня это самый сильный огонь пищеварения а те люди которые едят в 6 утра огня нету пищеварения и вся пища лежит там и гниет после захода солнца нету огня пищеварения никакого тем старше человек тем тем более ему тяжелее переваривать эту пищу она у него гниет отсюда и запахи и так далее изо рта и так далее ну и вот эти процессы поэтому сильное солнце в течение дня но я сейчас говорю о слабых и сильных периодов это какие месяца так вот помечайте себе кто хочет первая единица да это единица солнца это те люди кстати которые родились сразу могу стать первого десятого девятнадцатого двадцать восьмого числа ну студенты моего курса нумерология души это уже знают ну кроме тех наверно новичков которые только вот недавно подсоединились так вот слабое солнце это октябрь ноябрь декабрь то есть падение интереса к работе проблемы со здоровьем стресс и напряженность так далее никаких новых планов как правило не должно быть никаких новых работ новых приключений и так далее новых инвестиций ну а мужчины уважаемые мужчины которых тут мало но они есть вот частности вижу одного вот естественные женщины вот мужчины рекомендация воздерживаться от излишних половых контактов представительницы противоположного пола меня полагают не только противоположного пола сегодня у нас с ног на голову все находится вот любого пола короче говоря и так далее так сильные периоды 21 марта вот скоро будет через месяцок по 28 апреля ну и с июля примерно 10 июля по 20 августа вот вот тут новые планы новые инвестиции новые контракты и так далее какие даты благоприятные сейчас мы перейдем у нас тема у нас составление пары пары не обязательно мужчина женщина это может быть пара друзья это может быть пара вот у нас есть такой проект soulmate называется верно так вот в этом проекте soulmate это не только пары мужчина и женщина конечно в основном да но это может быть и партнеры по бизнесу то есть я бы нам месте всех этих называется отдел кадров да вот по-русски human resources по-английски вот я взял туда человек который в этом разбирается тогда было бы намного легче и проще и не доводили бы до каких-то очень серьезных моментов когда людям ну сами понимаете да что происходит если несовместимый приходит человек и так далее и так для людей единиц благоприятная дата 1 4 10 13 19 22 28 30 первое число любого месяца то есть кратная единица и четверки и четверки почему мы сейчас не будем углубляться мы в какой-то из программ я покажу шахматку значит можете сейчас написать 1427 а студентам я потом буду объяснять что такое 1-4 2-7 окей так благоприятные дни это воскресенье понедельник особенно если приходится они на 19 и 28 числа ну драгоценные камни мы будем говорить в других наших над ну в этом курсе только другой программе до в другом уроке будем говорить вот ну и да здоровье болезни очень важный аспект но как я вам сказал будут приглашен мы посетим этому отдельную программу для студентов будет приглашен человек который в этом разбирается энергетический целитель для этого мне нужны будут фотографии эти фотографии не будут называться конечно же полные имена и так далее показываться но человек будет говорить елена к допустим так светлана в примеру да вот и конечно же каждый себя узнает но соответственным образом какие могут быть нюансы в здоровье это очень важный момент лучше не доводить до болезни а предупреждать так дружба дружба вот смотрите люди которые родились я сейчас повторяю мы сейчас говорим только о числе рождения мы сейчас не говорим пока о числе жизненного пути так повторять не буду что такое студенты они знают но вот люди числом рождения 1 10 19 28 быстро могут вступать в отношения с другими такими такими же людьми которые я скажем 1 числа тоже родились да тоже единички короче говоря не обязательно первого единички до 28 19 10 вот и особенно особенно хорошие отношения у них с людьми которые родились в период с 10 июля по 20 августа то и 10 июля 19 июля 28 июля 1 августа 10 августа и 19 вот они прекрасные отношения как друзья повторяю а вот теперь про романтические отношения здесь несколько другая ситуация то есть их должно тянуть то есть вы встречаете скажем какую-то женщину и сразу вопрос в лоб слышь кать ты какого числа родилась и сразу дату мне сообщает не если не сообщает сразу не водитесь ней шучу но тем не менее если вы уже знаете то это скажем лица противоположного пола да мы сейчас говорим о нормальных отношениях мужчина и женщина они мужчин мужчины женщина женщина вот то есть это те люди которые родились первого то есть это единиц единиц и четверки семерки первого четвертого десятого тринадцатого двадцать второго тридцать первого девятнадцатого двадцать восьмого да или седьмого шестнадцатого и двадцать пятого вот они значит между собой имеют сохраняет хорошее отношение так вот это романтические отношения но те люди единички они несовместимы для женитьбы с людьми которые родились четвертого тринадцатого двадцатого тридцать первого вот то есть те люди будут давать вам подпитку единичкам подпитку энергии но для женитьбы они не годятся видите как вот сейчас вы лихорадочно я знаю проверяете ваш этот вашего партнера мужа жену бойфрента girlfriend но еще раз шансов просто может быть меньше а на деле это могут быть и по-разному это не вопрос так ладно так вот люди единички они хорошо в хороших отношениях с четверками и семерками для дружбы но из них вот для дружбы четверки они более предпочтительные да еще единицам надо было бы избегать люди людей для женитьбы имеешь замужества которые родились 8 17 и 26 числа помечайте себе женщины женщины те которые родились 1 10 19 28 им не рекомендуется еще раз выходить замуж за мужчин числа которых родились не обязательно восьмого то есть надо считать полную дату здесь ребят то есть короче говоря число рождения и кармическое число надо иметь ввиду так вот восьмерки им не подходят сейчас не буду объяснять те кто не знает о чем идет речь восьмерки им не подходят короче говоря вот и день свадьбы не назначать на восьмое число любого месяца окей так поехали далее двойка двойка я еще раз я говорил о том что мы можем не успеть у нас очень много вариантов причем это я очень и очень коротко говорю сейчас двойка еще раз повторюсь это число которое людей которые родились второго данном случае число рождения второго одиннадцатого двадцатого и двадцать девятого числа да вот очень противоречивое число поскольку это и мужчина и женщина вообще-то говоря в древних писаниях это гермафродит который тот и тот короче говоря да ну это не ругательное слово это есть определение вот так что две противоположности какая-то неустойчивость и так далее это мы уже говорили и здесь у них как бы одиночество больше да присутствует одиночество и с ними конечно сложно они сами как бы нерешительные и с такими же людьми как и они им тоже не очень-то комфортно да но слабые периоды давайте мы посмотрим слабые периоды для двоек это зимние месяца все зимние месяца декабрь на февраль то есть физиология психология ну и трудности короче возникает а вот сильные периоды для двоек это между июнем и июля 20 июня 22 июля поскольку это называется дом луны дом луны вот обратите внимание еще раз люди родившиеся 2 11 20 29 числа что еще ну дружба дружба пока не романтика дружба короче говоря для двоек да хорошо подходят люди родившиеся 2 также 11 20 29 а также 4 6 8 и 9 числа любого месяца ну вот если мы говорим про романтику да двойки притягивается к единицам поскольку единица это мужчина 2 это женщина 3 это уже процесс творения завершился ребенок появился на свет поэтому тут связь есть да вот значит то есть они притягиваются к единицам также двойкам повторяю только для дружбы семеркам восьмеркам или девяткам двойки сами по себе они не сами не самое идеальное число для романтических отношений вот но у них связь с единицами и девятками связь семерками и восьмерками тоже может быть но семерки и восьмерки двигают двигаю двоек поскольку семерка ну сильное качество семерки они такие скажем душе что ли эзотерики оккультисты и вот они двигают двоек в духовную смещают духовную сферу двоек да а вот пятерки и четверки им не очень подходит короче говоря могут быть серьезные проблемы рост да но проблемы именно не годятся то есть для двоек да ну а самый лучший вариант это люди которые рождены 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 между 20 июня 22 июля да мы уже говорили это сильные периоды для двоек и это те люди которые которых мы называем единицами двойками семерками или девятками понятно да это люди которые родились и называется вот таким но девяткой понимаете да 9 18 27 семерка это 7 16 25 ну и так далее да что еще что еще ну мы не будем конкретно скажем так разбирать вопросы с какими-то конкретными числами да с какими-то конкретными числами там будет я хочу сказать про ну вот не знаю наверное единицы все-таки да поскольку комбинации огромное огромного количества комбинаций и эти комбинации единицы с двойками единица с тройками двойка с тройками четверками и так далее и так далее то есть много здесь нюансов особенно если мы возьмем еще добавим сюда мужчин и женщин то есть как ведет себя мужчина допустим с таким-то числом по отношению и женщине с таким-то числом а и наоборот то есть это не всегда данном конкретном случае надо с этим делом разбираться так хорошо давайте мы перейдем к тройкам тройкам еще раз друзья если есть вопросы вы их задавайте конечно ну и что у нас дела с тройками сильные слабые периоды на слабые периоды неблагоприятный период для троек это октябрь и нояга вот то есть опять же не надо далеко уезжать не надо каких-то там новых начинаний делать ну и сильные периоды это благоприятные сильные периоды это с 19 февраля и 20 марта а также с 21 ноября по 20 декабря что получается 19 февраля вот сильный период у троек да мы сейчас говорим о троек с 19 февраля вот вчера начался сильный период по 20 марта да благоприятные даты 3 12 21 30 ну можно их назвать потому что там есть такая интересная вещь 1369 вот видите они 1369 то есть если единичку отбросить пока то 369 это девятое число шестое число 9 15 18 24 и 27 числа каждого месяца особенно если они попадают на четверг вот в четверг это день юпитера это день тройки да я не сказал возможно повторю для двойки это у нас понедельник день луны ну а для солнца единички это у нас воскресенье так драгоценные камни мы будем говорить других скажем да других на других занятиях есть такое понятие как ну про мантру я упомянул самом начале но есть такие понятия которые называются янтра и тантра вот янта это графическое изображение а тантра это скажем машина которая двигательный процесс тут много нюансов вот но самый лучший вариант из всех это мантра янтра это туда и седый вот так вот янтра она юпитера каким янтра солнца да как и янтра луны но и так далее всех короче говоря планет она состоит из трех ячеек по три числа в каждом ну еще раз я сейчас не буду их называть это мы поговорим когда придет у нас время хорошо так что у нас далее да что у нас далее ну давайте про дружбу поговорим мир дружба хвачка подходящая друзья для троих будет мужчины и женщины которые родились первого третьего шестого девятого двенадцатого пятнадцатого восемнадцатого двадцать первого двадцать четвертого и двадцать седьмого числа любого месяца то есть юпитера ребята очень классная планета да во первых юпитер это вечный учитель будем так говорить я думаю чего я такой вот всех обучаю а потому что я тройка вот так ну и что делает юпитер он благостно настроен ко всем видите планетам то есть это и единица это и шестерка это и девятка а также пятерка и семерка ну вот видите совсем немного планет которые скажем не очень с ним гармонирует мы сейчас говорим напомню пока про дружбу а вот для установления скажем романтических отношений и женитьбы больше всего подходят и мужчины и женщины которые родились между девятнадцатым февраля 21 мата сильные периоды или между 21 ноября 21 декабря которые имеют число рождения тройка пятерка или девятка вот это самая благоприятная комбинация для замужества и для женитьбы то есть ребят ну вы же понимаете что ничего не бывает возврат на какие-то там гнездовой способ то есть все на все есть своя причина и каждый случай индивидуален и вообще вообще-то говоря вообще-то говоря да если мы сейчас эти на секундочку остановлю показ вот и так сейчас так останавливаем показ на секундочку друзья глубочайшее заблуждение практически всех скажем так астрологов там нумерологов о том что все предопределено и даже и даже хотя я очень люблю зеланда читал у меня масса вот у меня там масса книг стоят бумажном варианте даже то есть он пишет так судьба у нас одна но варианты судьбы сценарий судьбы множество скажем мы живем на какой-то территории в каком-то городе вот мы переехали в другой город мы изменили не судьбу мы изменили сценарий судьбы астрологи считают мне это определение астрологи считают что вот у меня есть приятель вот он говорит о том что это карта минного поля мне это понравилось карта минного поля когда идет человек то он не видит я не верю я в эту астрологию слушайте полная ерунда ну и не верь а там бина вот и не верю я он бах на эту мину и все и руки скажем нету а бывает и головы нет понимаете то есть можно вот так вот напрямок кратчайшим прийти путем прийти к той точке которая называется уход из этого мира то есть дату рождения дату смерти изменить нельзя но вот путь может быть очень такой извилистый и прийти туда можно долго туда идти это первое но в чем здесь не так это чего скажем западный мир не признает можно есть вариант выйти и поменять полностью перечеркнуть судьбу то есть для таких людей которые решили этим заняться и приняли все то есть надо принять этот вопрос а не говорит да вы докажите мне вы мне объясните да не верю я откуда вы знаете вот если человек решит принять и начнет идти по пути познания я он может выйти из-под влияния гороскопа любого из-под влияния любых планет тогда на него составляется другой гороскоп вот другой я уже привозил пример уж простите про себя так и говорится любимого да я не на троне сами понимаете но я когда беседовал с лоланой орехов это у нас будет с ней в следующую среду будет с ней передача поэтому мы я на час двинул вот время так она говорит ну говорит майкл тебя не посчитаешь бесполезно считать ты уже все изменил поэтому сейчас совсем другой гороскоп но откуда это знают астрологи это же надо точка отчета откуда-то братью вот любой человек послушайте я изменил ну конечно любой может изменить что там это просто надо захотеть как говорил живанецкий не очень хочешь не получается верно поэтому нет проблем было бы желание у нас есть для этого все возможности давайте мы сейчас вернемся картиночки так и поехали дальше поехали дальше вот здесь есть вот я что хотел бы сказать здесь есть момент вот число 4 вот смотрите я говорю я тройка так допустим так и вот у меня был огромнейший период длительный период не помню сколько улиц 19 лет нет меньше 16 или 14 лет не помню под управлением раху вот это вот я просто не вылезал из путешествий это был такой период вот это дает раху страсть таким путешествием наработком каких-то там знаний и так далее учебе так вот как соединяется между собой тройка и четверка то есть четверка так она по определению она вообще не по определению никому другом не является четверка и семерка до определенной степени по отношению к 3 не является другом да но несмотря на то что четверки не оказывают допустим тройкам четверки это те люди которые родили 4 13 22 31 никаких благодеяний обратное утверждение справедливо потому что тройки управляются и питером и вот если взять деловое партнерство вот смотрите это очень важно и взять здесь троек и взять здесь четверок и вот я теперь понимаю есть у меня один друг он четверка 31 родился я думаю что то он выигрывает от вот тройки проигрывают четверки выигрывают то есть четверки обретает силу если они следуют тройкам совет советом трое не наоборот понимаете но это безопасно для троек если тройка мужчина опять же видите здесь комбинация мужчина тройка и женщина четверка допустим здесь по-другому но вот в этом случае нере не рекомендуется вступать в брак вот мужчинам тройкам а женщинам четверкам брак не рекомендуется вступать а почему а четверки они очень такие шебрушные вот они постоянно что-то у них там случается у них там всякие там флэши там происходит там я не знаю вот внезапные перемены и какие-то такие таинственные они все из себя слушайте ну вот тут не не самая хорошая комбинация да а вот если брать пятерки так кто такие пятерки а пятерки это меркурианцы они купцы да и а троек им надо учиться бизнесу вот гарантирую что если бы кто-то захотел бы научиться бизнесу да вот я бы научил его запросто потому что все мыслят очень и очень стандартно очень прямолинейно ну-ка я просто с ними сталкиваюсь так довольно часто поэтому ну твердолоба и все ну вот ретроградная их называют так ну вот если брать брак да то брак между пятерками и тройками будет удачным если тройка мужчина опять женщина еще раз тройка мужчина пятерка женщина это хорошо ежели пятерка мужчина женщина тройка то тогда не годится понимаете то есть тут каждый момент должен быть очень таком не субъективным а вот объективные какие-то вещи должны быть и конкретные вот а просто так советы вот это как-то это знаете это не годится так это что у нас это у нас стройками да мы разобрали строки мы разобрались хорошо давайте перейдем у нас вот четверка не самое не не очень нравится это число но что есть что есть то есть они очень основательно опять же просто они многие не знают кто они что они и почему с ними как-то происходит это все я на первом этапе говорил самом начале говорил памяти и 1 4 2 7 но в данном случае мы подходим сейчас единица и четверка единица и четверка несмотря на то что четверка это два это полюс северный полюс скажем луны до ноуд на английской по-английски это называется а кету это семерка это южный узел не не то что полюс а ю узел луны ну и вот в этих скажем так узлах идет соединение движения траектории движения других планет ну и вот они часто меняются поэтому те люди которые родили 4 13 22 33 они постоянно изменчивые они вот и много нюансов короче говоря здесь но тем не менее тем не менее у них тоже есть свои скажем какие-то показатели и вот если мы возьмем женщину допустим которая родилась 4 13 22 31 она очень нежная в отношениях с мужем она очень нежная с друзьями мужа и другими членами скажем так семьи мужского пола романтичные ответственные они заботливые иметь женщина которая родилась такого числа да но ей вот допустим такой женщине ей не рекомендуется иметь каких-то длительных взаимоотношений любого рода с людьми которые родились 4 8 9 13 26 22 18 и 27 числа и 31 числа вот не рекомендуется но самые подходящие симпатяги гармоничные такие ребята это те которые родились 1 3 5 и 6 числа не обязательно конечно 1 3 5 6 это может быть и 10 это может быть и 12 и 14 и 24 и 15 числа 30 числа 23 числа ну в общем короче то что кратной единицам тройкам пятеркам и шестеркам вот но у них постоянно какие-то вот такие конфликтные ситуации жизненные возникает где им ну вот как стена натыкается и только к концу уже своей жизни они могут достичь успеха славы и так далее они очень хорошо при наследовании даже имущества вот но критики критики вот им нельзя критиковаться им скажем так не должны идти на не должны идти на поводу у своих собственных сомнений вот так да и упускать из рук хорошие возможности поскольку не вечно сомневающиеся как двоечки да что еще воду пить из серебряного кубка вот так так что приобретайте серебряный кувшин есть пищу из серебряного блюда о как что еще ну я не буду сейчас говорить про людей которые родились мы уже говорили до 22 числа и 11 числа по этому уже общались но вот допустим мы о чем можем поговорить да четверки которые скажем дружбаны что хорошо для них то есть для дружбы это люди которые родились ну короче число число рождения число жизненного пути нет число рождения единицы тройки четверки пятерки шестерки семерки да а если они родились сильный период то будет самыми хорошими друзьями вот единицы тройки четверки пятерки шестерки семерки если мы говорим про романтические отношения то самое лучшее число это единицы а вот после него идет число 6 а потом идет 4 ну по степени важности для этих 4 для самих четверок верно вот так что у нас еще что у нас еще так а какие взаимоотношения с другими допустим числами до ну вот солнцем не годится они враги то есть прямые противоположности вот там же история какова была вы же помните наверно да я рассказывал эти опять временно выключен то есть система какая была откуда они появились то эти ребята то есть когда было пахтание этого океана молочного океана то они же искали амриту правильно это напиток бессмертия и вот ситуация была такая что они там польстились на абсару там небесную кортизанку эти демоны все среди них был тоже вот раху а в это время напиток бессмертия стали давать богам но это спохватился товарищ и он принял облик другой и он сел на скамейку где сидели все эти полубогия суры да и он сел между солнцем и луной и а солнце они все предвкушение напитка да и вот вдруг солнце смотрит слышу интересно рядом с ним сидит луна он смотрит нету луны сидит какой-то черт с усами похоже непонятно на кого и он засомневался что-то не то и он подмигивает а там все это дело вишну там стоит вишна всем этим процессом руководит вот и он вишну там весна посмотри сидит какой-то тип вот не наш человек короче говоря вишну смотрит действительно а в этот момент а он уже глотанул солнце он уже глотанул ну и так кувшин идет по правилам все примется 1 2 там и ему уже дают и он уже раз и одна капля проскочила до горло его и в этот момент вишну свои суд с ударшиной чакрой ну колесо диском отек ему голову и вот и все и значит голова в одну сторону туловище в другую сторону голова это раху туловище это кету поэтому у нас есть раханутые и кетанутые то есть раху без туловище непонятно захочется ему куда-то налево а не дает тела то нету а тому без головы он идет куда-то непонятно куда вот без головы понимаете вот это это семерки практически луна без коса короче говоря они же дела с две составляющие луны ну я шучу конечно но в этом что то есть и кто виноват был солнце поэтому давайте переключимся опять да на картиночку на картинку приятно смотреть не понимаете вот то есть солнце у нас главный не сябра а враг вот то есть они враги понимаете и третье третья сила но единица очень выгодно четверкам поскольку четверка видите они у них нету силы нету силы у них все-таки туловище то нема а вот единица солнца она все может они удачливые у них там много друзей знакомых а четверки они сами себя так сказать изолирует поэтому их дружба ну в принципе взаимовыгодно несмотря на то что еще раз они враги то есть очень практичная палить политикой интересуется понимаете реформы ну вот если они в политике будут вместе вот смотрите идеальное партнерство может возникнуть хотя они враги да но именно в партнерстве для достижения какой-то цели реформы там так далее они могут быть очень и очень серьезными а вот четверки сами по себе они не очень удачливы в семейной жизни передо сказать мало удачливы но вот единицы могут им принести счастье знаете вот то есть как пара она да она может существовать но на взаимовыгодных условиях на том что противопоставление характера те решительные эти нерешительные понимаете то есть руководить процессом будет солнце вот а деловое партнерство единицы также выгодны им понимаете поэтому четверком женщинам мы не только женщинам конечно вот сейчас у нас женщины рулят поэтому можно и по-другому четверком надо рекомендуется нет не надо рекомендуется выбирать единиц для любых взаимоотношений вот а также да вот опять же отдел кадров берем до human resources берем и им надо назначать вот такое вот собеседование или там интервью для работы на первое число вот опять же очень хорошо выбирать дом своего дома номером один вот возьмите отделитесь от улицы допустим у кого не тот номер да сейчас у нас все отделяется вот представляете вот вы сидели у вас дом и вы пишите я отделяюсь от этой улицы вот и хочу номер дома на знать назначить вот такой или возьмите номер машины назначьте вот такой тут тоже есть моменты очень интересные вещи да так вот ну а вот интересно четверкой двойка это же узел луны да и они тут есть еще моменты есть нечетные числа есть еще и четные числа но они управляются видите четверка раху луна двойка и вот четверки создают на пути вот этих вот луны препятствия понимаете вот то есть раху это солнечное затмение допустим правильно а кету это лунное затмение то есть трудности и препятствия двойки они эмоциональные ребята понимаете они постоянно у них какие-то перепады понимаете там циклы там всякие там у них непонятно какие и так далее вот ну и они могут испытывать какие-то прерыватности судьбы и вот а четверки они вообще не терпимые и постоянно вот такие конфликты у них могут быть то есть скажем так не самые лучшие варианты будем так говорить в качестве каких-то там отношений не самые хорошие отношения так сколько у нас время у нас еще есть немного времени да так вопросы четверка или на 4 рождения или сумма дата рождения но в данном случае раху солнце поглотил только по не через а нет такого слова слова поглотил а слово глотать они глотать глотка да поглотил нет это не раху это там вас не есть да нет не так было вообще-то говоря поглотилась ли уже говорить про поглотил то это хануман вот который солнце поглотил поскольку его мама оставила одного а он смотрит там небе такой оранжевенькая он подумал что это апельсинчик он значит взял и его съел проглотил наступила тьма но это другой другой программе вот интересная тоже история была так так вот значит четверки да две четверки да люди которые родились двумя четверками до елена нет это люди в данном случае я сейчас говорю те которые родились 4 13 22 31 да я я именно об этом говорю да если мы берем 4 4 так они подобное не притягивает подобное два одинаковых полюса они как вы понимаете отталкиваются вот то есть они не влияет друг на друга хорошо ну хотя можете не причинять какого-то вреда но тут есть момент какой если уж так уж вы так уже решили четверка с четверкой соединиться то надо что делать значит выбирать до четверок вот вы четверка и вам надо выбрать другую четверку которые родились воскресенье сразу в лоб вопрос ты когда родился мужик вот вася не подходит понедельник воскресенье вот сейчас поговорим с тобой вот родились воскресенье и когда какой период времени 21 марта по 21 апреля это класс ну или второй вариант с 23 по 20 по 20 августа а если вот 21 ну тогда ты не как это самое не очень хотя близко так то есть когда самый лучший вариант скажем так встречи и подписание документов ну тоже не на четвертое число можно или можно опять же номер отделиться опять же от улицы до всем надо срочно по отделяться от улицы от города и в поле выбрать номер дома 4 это будет это будет хорошо так что еще ну ладно тут много чего конечно но время время у нас скажем нет ну давайте мы закончим тогда с кем давайте мы еще пятерку посмотрим с вами хорошо пятерку то есть с какой слабый период для пятерки не всегда вот что такое пятерка меркурий а меркурий он часто мы слышим ретроградный меркурий пошел меркурий ретроградный это очень часто явление поскольку меркурий период обращения вокруг солнца самая близкая планета он довольно часто каждый месяц короче говоря и вот он не всегда идет вперед то есть в эти периоды значит не очень хорошие периоды это май сентябрь декабрь и там можно и долги короче говоря финансовые кризисы а сильные периоды это с 20 21 мая по 20 июня из 21 августа по 20 сентября вот это самые это самые лучшие периоды для значит для меркурианцев еще раз меркурианцы это квн щеки они веселые ребята они хорошие координаторы между людьми они диспетч или диспетчера прекрасные вот и в то же время они умеют очень неплохо все продавать что такое там вот да что еще слабые кто спрашивает какой периоды хорошие до хорошие периоды хорошие периоды для четверок до для хорошие четверки периоды это я не сказал до 21 марта по 21 апреля из 23 июля по 20 августа то есть это время для новой работы новых планов это время окончания начатого допустим прогнозы на будущее ну и так далее вот благоприятные даты это те даты как ну да ты какие четвертое число 13 22 31 любого месяца но в то же время скажем если скажем числа смотрите первого третьего пятого двенадцатого четырнадцатого девятнадцатого и двадцать первого если эти числа приходится на понедельник то они тоже будет хорошие не недели какие суббота воскресенье понедельник если они попадают на числа вот эти числа попадают скажем четвертого тринадцатого двадцатого тридцать первого то тоже это будет хорошо ну самый лучший камень я его когда-то носил когда у меня был такой период мне в индии его рекомендовали мне его подобрали со второго захода это такой камень который называется гессонит гомет еще его такое другое имя а вообще он гессонит но его рекомендуется носить вот когда период раху тоже должен быть определенный палец и так далее и так далее но очень короче говоря вот таким образом да вот что у нас еще что там вопросы 5 это хорошие коммуникаторы но это я сказал у меня сын 2 строй и муж 22 дня рождения ну замечательно так что плохого 22 и 22 сильное очень качество но мы разбирали на занятиях в нашем курсе именно 22 число здесь очень много всякого всего привести пример можно нашего великого кормчего на броневике со шляпой с кеп с кепке точнее вот который обладал очень и очень но сделал революцией понимаете но в то же время он был тем не менее личностью совершенно противоположной и не все знают в конце него слюни текли он уже ничего не собрал вот так да ну хорошо так мы давайте мы тогда закончим с пятеркой да с пятеркой ну биджа мантра мы дадим пятер и пятерочникам пятерочка и это будет конкретная мантра мы ее запишем и будем произносить его по ну бывает мантры можно произносить вот видите так просто как пример тантрическая мантра для умилостивления меркурия есть такая мантра вот ее надо произносить сколько бы вы думали четыре тысячи раз четыре тысячи раз вот то есть каждому знаку ребята это на все настолько интересно вообще-то говоря и настолько это все серьезно что я думаю так очень и очень многие если не знает этого рискуют почему ведь зачем доводить дело до того когда в дело вмешивается уже какие-то целители там врачи и так далее они конечно же нужны но чем раньше мы этим вопросом займемся тем мы себе просто жизнь будем облегчать вот пример какие болезни связаны с меркурием ну вот кто знает так на скидку да ну давайте я сразу скажу не буду задавать вопросы наверно не многие знают это не значит что все именно которые делись 5 там и так далее то это обязательно так один я не занимаюсь дан сейчас пока астрологии где это и как это я у меня другой подход к этому вообще этого такого курса общить нету поскольку он выходит за рамки вообще любых курсов это слишком всего индивидуально так вот какие болезни дезинтерия возможно запоры гастриты несварение желудка почечная болезни непостоянство ума и боязнь злых духов и привидений ну ну и причем тут асцендент в весах и так далее я понимаю что вы говорите но вот смотрите и у вас допустим есть человек который родился такого это числа и у него все эти вещи могут быть присущи знает он это понятия не имеет понятия не имеет то есть я приведу примерчик вот переключусь у нас время заканчивается кончилось есть у меня очень хороший знакомый я у него был в клинике индус профессора аюрведы но он значит он врач в девятнадцатом по моему поколении 19 поколении врач расскажите в каком поколении наши врачи поколение это означает что у него уже в крови 19 поколений назад были врачи представляет он уже по определению должен все знать но он говорит удивительную вещь я не имею права приступить к лечению врач 19 поколения профессор аюрведы и не только кстати и западной медицины пока я не сделаю своему пациенту гороскоп вот вот то что чем вот то что сейчас я говорю это по сути гороскоп вот но когда начинается все вот эти вот какие-то умные слова вот я все время привожу вот у нас есть меридиан и я все время привожу два примера вот меридиан тройного обогревателя ну вот расскажите что такое меридиан тройного обогревателя ну у карцева ильченко когда там миниатюра я помню просто все миниатюры вот когда тяните билет тянет билет какой вопрос генераторы окей какие бывают генераторы генераторы бывают просто генераторы и дегенераторы вот не а это не то хорошо они бывают большие и маленькие ну вот примерно так как элитиан тройного обогревателя если у меня в голове значит какая-то такая ящик состоящий из трех секций он за тройной правильно тройного обогревателя мы его врубаем в розетку он нам обогревает нас правильно правильно или сексуальный меридиан самый классный меридиан сексуальными должен быть сильным он должен быть сами понимаете какой он не имеет никакого отношения вообще-то говоря что у человека в уме возникает ассоциации но вообще никакого вот не чтоб сказать вот почки печи ну все понятно там желудок там в конце концов там ну запоры ну там я знаю пучит понимаете кстати знаете откуда пошли вот эти вот ребята которые нетрадиционной ориентации напоследок расскажу это это правда кстати даже не притча это правда шива как-то он что-то поел да и не то поел у него начались газы пучить его стала короче говоря ну а у него в это время там прием где-то там небожители там ну знаете как это у них там бывает вот и вот а ему очень простите хочется пукнуть понимаете шиве нормальное явление короче говоря он как-то там зато он там зашел сейчас я говорит что-то потерял очки там что-то и значит зашел и пукнул и оттуда выскочили два эти самые типа демона два выскочили а поскольку они выскочили понятно откуда у них сразу возникло желание заняться сексом и прямо туда откуда выскочили вот туда я серьезно серьезно говорю оттуда пошли вот эти вот нетрадиционные ориентированные ребята поэтому значит все что угодно можно найти действительно ответа на любые вопросы так в поколении есть целители которые больше 19 поколений на всякие гороскопы астрологи сама знают таких конечно они не знают таких научных слов как некоторые здорово правильно так вот короче говоря этот индус ну многие знают он часто бывает москве кстати мой хороший знакомый с ним делали много программ я у него сам у него был там ездил к нему в центре у него был так далее вот и он делает такой гороскоп потому что он видит на основании понимаете это база вот эта база от которой она надо отталкиваться почему у человека что-то где-то какая-то конфликтная ситуация возникает чем болен да чем болен то есть он болен у него вот это вот это вот это что происходит дальше вы расскажите что происходит дальше хоть один человек задумывается а почему произошло не отличите меня приходит доктор пилюлькин дает ему пилюльку и все то самое проходит у нас на этом сам приходит у нас нумеролог предсказатель гор к примеру и у него сразу куча так скажите когда у меня будет переезд надо ли мне уезжать оттуда туда а почему ты попала в эту ситуацию такую дурацкую вот объяснить вот почему ты туда попала кто-нибудь этот вопрос задает почему нет объяснить но ведь мы же попали в какие-то ситуации получили какие-то болезни всего лишь на основании очень и очень серьезных каких-то действий противоправных вы знаете я вам зачитаю один пользуясь случаем если я найду я зачитаю один интересный комментарий мне понравилось вот вдумайтесь пишет нам татьяна бренд бренд ну как бренд пишет нам татьяна люди доколе читаю как написано доколе вы будете слушать лапшу я считал что лапшу надо кушать да оказывается ее надо слушать вот доколе вы будете слушать лапшу и дальше это ересь непростая и сразу это как сказка да непростая это ересь золотая типа нет там не так это ересь непростая а изысканная то есть лапша она у нас получается непростая она изысканная и она замешанная заметьте она замешанная на квантах лапша замешанная на квантах сразу видно человек серьезно разбирается физики квантовой физики не просто физики квантовой физики лапша типа ересь вот она замешанная на квантах ну вот тесто взяли замесили короче говоря сделали там ересь так и дальше идет необразованная дама во тьме кромешной молотит кашу мало того что мы слушаем лапшу то она молотит кашу при этом ее колдовство переходят на ваши роды бесы и демоны творжествует в своих вибрациях и наконец мы узнаем кто же это необразованная дама при этом демоны творжествует своих вибрациях через софию бланк и вот мы узнали кто эта необразованная дама которая нам рассказывает то есть мы слушаем ее лапшу молотит она кашу в кромешной тьме и ереси значит необразованная дама софия бланк написавшая 54 книги член союза писателей ученый известный доктор необразованная такая дама знать вот являющийся одним из единственных специалистов в мире в мире по кириллианной фотографии публикации ее труды и фотографии выставлены во многих музеях мира и вот это необразованная дама вот а дальше это еще не все и вы ведущая ведущая это была рита борт разве не понимаете что проклятие идет вашу жизнь больше чем на других потому что вы распространяете махровый оккультизм махровый оккультизм вы распространяете на эфир выражение таких не слышал в русском языке но я стал да все таки давно уже было то есть махровый оккультизм вы распространяете на эфир вот как прямо сверху вот на эфир вот как бы так я пускал другое слово что вы сделали на эфир наложили короче говоря вы на эфир махровый вот оккультизм загрязняя и без того грязный интернет очень тоже интересно выражение опомнитесь упомнитесь говорит и пукайтесь говорит татьяна бренд вот я читаю как есть изучайте священное писание канон канонические книги синаидальный перевод и падите перед творцом ниц за вашу ересь а почему за ересь надо падать ниц я не знаю но мало ли татьяне бренд известна перед позиции перед творцом ниц за вашу ересь помощь в ведьме она еще не просто находится в невежестве необразованная дама софия блан она еще и ведьма написано распространять кодловство и ересь на весь белый свет придет пукайтесь это раньше было да а помните себе пукайтесь придет сильнейшее наказание за такое грязное беззаконие в широких масштабах убойтесь да придет на вам да придет на вам на вас а вас у карцев было помните и студент по фамилии горит за и профессор как-то зовут а он говорит о вас он говорит я профессор а вас он говорит о вас так вот убойтесь да придет на вас на вам простите придет на вам страх господень вот такие у нас есть комментарии дорогие друзья я хелена елена веган рахос сыроед ближе к теме мы закончили уже уважаемая елена хелена мы уже так близко были к теме сейчас мы уже закончили просто пользуясь случаем давно я не читал комментарии вот поэтому курсы все находятся на нет это не бот писал это писала дама конкретная дама я могу вычислить если я так сказать я здесь на чего не приемлю я не приемлю оскорблений здесь нет оскорбления это шутка конечно то что я там читал да но это просто человек не знает что творит что пишет а есть прямые оскорбления я не знаю про ботов но это тоже не ботовский я могу определить кто это пишет это писал человек данном случае писал другой человек одно но вот если будет оскорбление то я конечно тоже светлый пушистый да но я защищаться умею вот и хорошо умею защищаться поэтому не советовал бы вот хотя врагов я никого не сделаю просто человек сам себе вредит и все сколько стоит дорогая елена нет это не бот гена это не бот данном случае я понимаю безграмотные да значит у нас есть курс правильно у нас есть курс если это интересно то я напишу относительно недавно правда уже месяц два по три появилась у нас есть веб-сайт и там есть все расценки вот сангейт school это называется даткам я хочу сказать я хочу сказать да оксана конечно существует мы посылаем все вот у меня там текст очень много и очень много и очень конкретно и очень предметно дело в том что у меня если бы я вам сейчас показал количество этих книг которых у меня есть и по нумерологии по всему эти книги выпущены некоторые в единственном экземпляре их вообще нету в печати вообще на самом деле это просто как-то так через третье там руки они как-то доходят они не печатались они даже не изданы как книги они в печатном варианте в электронах их вообще нет поэтому я собираю и я с точки зрения психологии больше разбираюсь с точки зрения скажем вот как-то оттуда информация которая приходит поэтому я определяю я не могу даже может быть это объяснить но во всяком случае все это конкретно предметно с каждым человеком индивидуальное общение идет поскольку если уже браться и делать так я это делаю именно таким образом и количество людей здесь как бы не ограничено и научиться можно я вам хочу сказать что одна консультация стоит больше чем весь курс поэтому наверное логично было бы туда прийти и очень кстати известные люди тут там у нас обучается примеру у нас субботу будет передача с доктором флюрой вот и она обучается кстати на курсе у лена смирнова говорит просто обалденно одно занятие всего прошло она говорит очень интересно вот время только на 1 типа сколько это все очень практичные предметные надо этим заниматься поэтому дорогие друзья и сегодня наши передачи вот такая программа да она вы получите какую-то информацию но у нас первая часть и будет 2 часть и повторю еще раз у нас будет потом я приглашаю человека энергетического целителя я получил согласие очень многих ну участников курса и это будет конкретно диагностика здоровья вот и все как вы с этим поступите это ваше дело ваше право это нет вопросов но с другой стороны ну эти вещи надо было бы знать есть предпосылки к чему-то ну зачем же это отменять я уже говорил вот мне написала там студентка одна да она как это прошло вот как это можно определить скажите по дедушке я предположил что у сына ну то есть это внук да получается могут быть вот такие вот эти вот проблемы но они они и есть да то есть они могут быть по касательной но они приходят или вот там другое было общение я уже говорил как-то передачу вот есть люди которым трудно общаться со своими сверстниками или даже просто вот есть на это причины понимаете вот я могу поделиться уж извините у меня сын мой он полагаю так он был на войне внешне все нормально я это программировал все нормально но он мне не рассказывает но я полагаю так что он там получил какую-то травму и достаточно серьезную психологическую травму вот и я я одну еще раз я же психологии занимаюсь очень давно и я же вижу что это происходит и как это ведет и я сколько ни пытался я не могу вытащить из этого я ничего не могу сделать но еще раз по касательно и по общению его скажем с собаками вот я вижу что там она есть то есть ему легче наверное не наверное почти не сомневаюсь ему легче общаться с животными вот и это однозначно я определяю но к сожалению есть такой момент для нас для всех когда-то я беседовал с одним очень известным человеком российским психолог лектор очень известны там десятки тысяч лекций я его приглашал вам чикаго трижды он приезжал три подряд и он говорил такую интересную фразу чем мы ближе тем мы дальше или это называется в своем отечестве пророков нету правильно то есть мы не являемся авторитетом муж для жены или наоборот родители для детей прошло то время или точнее его никогда и не было на востоке да на востоке до сих пор с мамой допустим на вы разговаривают женщины во многих восточных народах бывшего советского союза и до сих пор тоже такое есть то есть называет папа допустим семье до мужа допустим папа вот и называет женщина относится очень и очень уважительно к своему супругу допустим на сейчас уменьшим меньше но вот я был свидетельным и жил доме в индии и там молодой человек сам уже самостоятельный врач сам врач он утром приходит и он кланяется и как бы вот ноги и значит вот так то есть он как бы благословение берет понимаете поэтому это очень важные моменты мы этого к сожалению не знаем я рад за тех людей которые пришли ко мне на обучение потому что я как бы комбинирую вот этот подход вот видите картина да это же очень важная вещь вот вот это называется фигурка это называется мурти это та же самая лакшми которая здесь а кто это лакшми это же не просто благиня благосостояния там в текстах написано очень и очень серьезные вещи очень серьезные вещи там любая притча любые какие-то аллегории любые рассказы они несут себе очень сакральный смысл лакшми это экспансия бога вишню это его извечная спутница как допустим ушивы парвати да или ушивы дурга есть дурга это одна ипоста есть допустим это военная до которая всех там готова загрызть и расстязать если кто-то покуситься на семью на мужа да вот парвати это совсем другая это сына допустим у них ганеш допустим да это мама ганеша лакшми это богиня благосостояния но в то же время это женская экспансия бога вишну правая сторона мужская левая сторона женская и до пингала кто расскажите про это знает досконально немногие и поэтому когда мы вот все это проходим это очень серьезные вещи кришна допустим да у кришны есть радха да мы знаем это тоже экспансия да хотя она как бы самостоятельная вот его вечная спутница его супруга вечная и это сакральный смысл то есть мы этих вещей не знаем мы разделяем друг друга к сожалению и поэтому у нас часто бывают какие-то проблемы если мы это будем знать то гораздо легче будет предупредить чем скажем исправить вылечить и так далее поэтому те кто приходит я рад вообще всех у нас обучается у нас будет 22 числа тоже послезавтра у нас будет программа с с светлана и драган вот это будет совершенно невероятно обучающие ну да уже почти то есть полтора года это все происходило но вроде бы может так сказать договорились вроде бы она уже готова понимаете как так что это хорошо светлана вы с новическим зрением видели своих наставников и учителей ну как сказать видели я понимаете как бы предусмотрено в нашем мире материальном мире предусмотрено наличие живых учителей здесь в этом теле и поэтому раньше так оно и было всегда и сейчас есть многих народностей берут себе учителя ну созрели и учитель берет скажем под свое крыло таких немного но они есть процентом отношениями есть люди которые ну верующие естественно они верят и тогда на них может быть учитель но дело в том что если бы мы были бы оторваны скажем от материального больше степени то тогда это было бы у нас связь сегодня нам нужен человек учителя их несколько допустим дик шигуру шик шигуру это называется так разные варианты обучения но они связывают еще раз это моя трактовку пусть меня простят те люди которые я по-другому это воспринимаю они связывают нас с учителем на материальной основе они находятся в таком же теле какие мы да материальном теле но они находятся на связи с высшими существами поэтому они априори я наши учителя я очень хорошо знаком и это мне просто повезло потому что вот в индии есть пандит через которого очень много было и консультации и вот таких ведических церемоний проведено под названием ягья или ядшна он является посредником скажем между нами живущими и богами не все естественно решается не все вопросы решались бывает поздно но это от нас зависит если мы заранее будем скажем принимать сигналы тогда нам будет легче поэтому учителя да я их видел да я их видал учителя сказать то есть на каждом этапе мы же поступательно идем на каждом этапе они являются учителями я брал вы не представляете какое количество курсов это с ума с этим сколько было курсов где только не учился чему только не учился и брал это 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 на каком-то этапе я стал переходить уже скажем так на общение на прямое общение но теперь легче просто стало вот скажем с ольга викторовна и мы именно так и так и общаемся вот у нас примерно одинаково все восприятие понимания так что я буду рад если будет у нас друзья вы будете подсоединяться к нашим занятиям хорошо дорогие все я благодарю всех за программу за участие и до новых встреч у нас еще раз в пятницу будет встреча с селены парецкой и после этого у нас будет программа со светлана и драган где она будет рассказывать про тот курс который мы планируем с ней лектории вот сейчас выпущу программу вы увидите на youtube она появится 19 лет 19 30 если честно я не помню всего доброго пока до новых встреч